Если проблема запоров известна вам не понаслышке, стоит задуматься и проанализировать ряд факторов, влияющих на процесс опорожнения кишечника. Чтобы толстая кишка свободно пропускала через себя каловые массы, необходимо употреблять достаточное количество жидкостей и растительных волокон. Достаточно, означает от 6 до 8 стаканов воды в сутки и 30-35 грамм так называемых диетических волокон. Волокна содержатся в овощах, фруктах и цельном зерне. Учтите, что организм к увеличению потребления клетчатки нужно приучать постепенно, иначе рискуете получить повышенное газообразование. Физическая активность – это еще один способ профилактики запоров. Занятие спортом улучшает перистальтику кишечника, способствуя его самостоятельному опорожнению. Кстати, смех также оказывает воздействие на мускулатуру кишечника, способствуя его активности. Врачи не советуют злоупотреблять слабительными средствами. Это средство на самый крайний случай. Организм привыкает к оказываемому эффекту и начинает лениться. Поэтому частая практика слабительных может усугубить ситуацию. Если самочувствие требует быстрой помощи, используйте очистительную клизму из воды или физраствора, или свечи на глицериновой основе. Это самые оптимальные и безопасные для организма варианты. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...